Ситуацию на алкогольном рынке и нелегальный оборот алкогольной продукции обсудили сегодня на координационном совещании по правопорядку под председательством главы республики. Нарушений все еще немало и все они напрямую влияют на здоровье людей трудоспособного возраста. С подробностями Родион Архипов. Люди продолжают пить, порой не задумываясь о последствиях. От употребления спиртосодержащей продукции за этот год умерло 182 человека. Проблема начинается в семье и не только проблема, даже беда начинается в семье. Вызывает опасение рост числа несовершеннолетних, имеющих проблемы с потреблением алкоголя. За 9 месяцев текущего года их зарегистрировано 352 человека. Это практически рост на 38%. Ведется профилактическая работа. О вреде алкоголя рассказывают в школах, техникумах и вузах. Контролирующие органы проводят проверки, выявляют нарушения. В рейды отправляются представители Роспотребнадзора, МВД, представители органов государственной власти. Предупреждение, административные штрафы, приостановление или лишение лицензии мер воздействия законом предусмотрено немало. Привлечены к ответственности ряд организаций. Это компания Шанчак, Сугутка, Восход, Галерея, Мариэль, Хит. По итогам 9 месяцев проведена 541 внеплановая проверка организации, реализующей алкогольную продукцию. 16 организациям отказано в выдаче лицензии на реализацию. Одной из наиболее острых проблем региона остается продажа парфюмерно-косметической продукции, дезинфицирующих средств с содержанием этилового спирта, так называемых фанфуриков. На них пока не распространяется действие федерального закона о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Обеспокоен глава Чувашия. Грех на душу нельзя брать. Можно продавать другую продукцию, по сути дела. По данным медиков, специалистов, экспертов, они говорят так. Вот эти жидкости губят здоровье любого человека, даже здорового человека. За три года употребляющего человека печени нет. Это уже угрозы летального исхода. На сознание, конечно, воздействовать можно, но органы власти должны ставить перед собой и другую задачу – поддержать на всех уровнях те виды бизнеса, которые приносят пользу обществу. Занимаясь реальным сектором экономики, занимаясь ведением, допустим, предпринимательства в малом бизнесе, среднем бизнесе, можно зарабатывать, мы тоже государственные финансовые средства выделяем. Здесь отрасль сельское хозяйство, тоже приоритетная отрасль. И здесь намного лучше на сегодняшний день чувствуют предприниматели. Что касается продажи так называемых фанфуриков, то Минек Чувашия направил обращение в адрес председателя правительства России о возможности внесения изменений в законодательство на отпуск к аптекам спиртосодержащих настоек только по рецепту врача. Необходимо отнести настойки к подакцизным товарам, исключить их из перечня парфюмерно-косметической продукции. Родион Архипов, Сергей Зверев, Республика. Оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Чувашии проведен завершающий этап командно-штабного учения. Согласно легенде учения, террористы совершили нападение на один из объектов органов государственной власти и захватили работников в качестве заложников. Они выдвинули руководство страны, неприемлемые для выполнения требований политического характера, а также угрожали совершить подрывы самодельных взрывных устройств на территории города Чебоксары в случае их невыполнения. Для пресечения теракта руководителем оперативного штаба, начальником УФСБ России по Чувашской республике Сергеем Сафроновым принято условное решение о проведении контртеррористической операции и введении в столице республики особого правового режима. Штабом выработаны меры и спланированы действия привлекаемых сил и средств по обеспечению безопасности населения и предотвращению угроз взрывов на территории города Чебоксары. В ходе учения также проведена проверка состояния антитеррористической защищенности одного из объектов органов государственной власти республики. Отработаны практические навыки работников при угрозе совершения теракта и экстренной эвакуации в случае обнаружения подозрительного предмета. Действия подразделений в команда штабном учении получили положительную оценку руководства оперативного штаба. Считаю, что цели учения достигнуты. Как руководитель учения в целом положительно оценивает результаты учебной контртеррористической операции.